Мы с вами обсудили интерфейс Java Util Collection, описывающий какую-то совсем абстрактную коллекцию. В этом интерфейсе не специфицирован ни способ хранения элементов, ни ограничения на их уникальность, ни ожидаемая эффективность реализации тех или иных операций. Эти детали уточняются в интерфейсах-наследниках и в классах их реализующих. Первая разновидность коллекции — это лист. Лист — простой список элементов, проиндексированных числами от нуля до длины списка минус один. Лист предоставляет доступ к элементам по их индексам, совсем как массив. Один и тот же элемент может встречаться в списке несколько раз по разным индексам. Пробежимся по методам. Get — это получение элемента по индексу. Set — это замена элемента по индексу. Add — это добавление элемента по индексу. При этом элементы, начиная с указанного индекса, сдвигаются на одну позицию вправо, и на освободившееся место встает новый элемент. Метод Add, унаследованный от коллекции, добавляет элемент в конец списка. Метод Remove удаляет элемент по индексу и возвращает его. Методы индексов и LastIndexов ищут элемент в данном списке и возвращают его индекс. Либо первый с начала, либо первый с конца. И если элемент не найден, то они вернут минус единицу. И, наконец, метод SubList возвращает часть списка в виде отдельного экземпляра List. Но важно, что изменения одного списка будут видны в другом, то есть это не копирование. Метод SubList позволяет реализовывать более сложные операции, которые не вынесены в интерфейс List в явном виде. Например, удаление элементов с индексами в диапазоне от 1 до 3. Или поиск элемента среди элементов с индексами в диапазоне от 10 до 15. Надо только не забыть отдельно обработать случай, когда возвращается минус единица, признак того, что элемент не найден. Метод Equals у списка специфицирован таким образом, что он сравнивает списки по содержимому. То есть списки равны, если они содержат одни и те же элементы в одинаковом порядке. Общеупотребительных реализаций листа две. Первое — это ArrayList, которая реализует лист поверх массива. Дает максимально дешевый доступ к элементу по индексу. Почти такой же дешевый, как в обычном массиве. Добавление или удаление элементов уже не такое дешевое, так как может приводить к перевыделению массива или, как минимум, к сдвигу элементов в массиве. Вторая реализация — LinkedList. Основана на двусвязанном списке. Позволяет эффективно добавлять и удалять элементы в начале или конце списка, так как не надо перемещать большие куски памяти или перевыделять массивы. Зато доступ по индексу дороже, так как чтобы получить элемент по индексу n, требуется сделать n прыжков по указателям от начала списка. Сразу замечу, что при объявлении переменной лучше пользоваться максимально общим интерфейсом, а конкретный класс указывать только в месте создания экземпляра. Так можно будет в любой момент заменить реализацию коллекции, исправив всего одно место в программе. Это важно еще в том случае, когда вы пишете библиотечные методы для использования другими программистами. Входные параметры должны иметь максимально общий тип, чтобы один и тот же метод можно было переиспользовать с разными реализациями коллекций. Продолжение следует...